Добрый день, уважаемые коллеги! Очередная встреча у меня с вами. И, конечно, опять будем говорить и о сахарном диабете, и о неалкогольной жировой болезни печени, о центральном ключевым звеном, уважаемые коллеги, в сегодняшней нашей передаче. Это, конечно же, ожирение. Пандемия в современном обществе. Вот посмотрите, я хотел бы вначале вам дать национальные клинические рекомендации по диагностике, лечению, профилактике ожирения, их определение, что такое ожирение. Существуют многочисленные определения и так далее. Есть и международные, национальные ассоциации различные. Но мне очень понравилась Российская ассоциация терапевтов. Говорит, это хроническое, мультифакторное, гетерогенное заболевание. Вы поняли, да? Гетерогенное заболевание, которое проявляется избыточным образованием жировой ткани, прогрессирующее при естественном течении, как правило, имеющее высокий кардиометаболический риск, специфические осложнения и ассоциированные, уважаемые коллеги, с ним сопутствующие заболевания, которые, кстати, и вызывают тяжкие последствия. Я вам хочу сказать, что ожирение сегодня действительно становится пандемией. Вы только обратите внимание, в нашей стране 60% взрослого населения с избыточной массой тела. Вы поняли? 60% – это чаще, чем каждый второй. А 26% из них с ожирением. С ожирением. Вот в чем дело. Преследней продолжительности жизни в нашей стране, которого мы добились уже вот к последним годам, это 72 года, вот это патологическое ожирение, то есть морбидное, как еще называем, посмотрите, сколько лет жизни забирает у наших граждан. Если это женщины с морбидным ожирением, забирает у них 9 лет жизни. Это же целая, как говорится, огромная продолжительность. Вы представляете, да? Терять это. 12 лет отнимает у мужчин. Понимаете? А ведь какое мнение существует сейчас в окружающем нашем мире? Я вот спрашиваю, и часто сам становлюсь, можно сказать, вот, человеком, который услышал беседу людей во время встреч каких-то, во время мероприятий. Ой, Галя, ты поправилась, поправилась, это так к тебе лицо, а Галя с ожирением, понимаете? А я в таких случаях разворачиваюсь и говорю, а вы знаете туберкулезники как красиво выглядят? У них блеск в глазах, влажная кожа, морщины почти не видны и так далее, стройная в этом плане фигура. Можно сказать, что ты заболел туберкулезом, это тебе к лицу. Коллеги, ожирение я вам показал, это хроническое гетерогенное заболевание. Ожирение – это не косметическая проблема, это серьезная медицинская проблема. И вы посмотрите, что произошло в результате эволюции. Вы видите, вы видите многомиллионную, как говорится, по времени, по годам, эволюцию от обезьяны к человеку. И промежуточные, вы посмотрите, австралопитек, например, там, я не знаю, вы видите, Homo erectus, например, Homo sapiens, человек разумный. Можно было остановиться здесь, куда дальше? А вы посмотрите, за последние 50 лет что появляется? Homo McDonald's. Homo McDonald's. И вы его фигуру посмотрите, его телосложение. Уважаемые коллеги, вы посмотрите эту пляску Homo McDonald's. Вы обратите внимание. Вот о чем разговор. Эволюция привела вот к таким, как говорится, серьезным последствиям. И хоть и они пляшут эти, как говорится, ноги и женщины, вот с такими массами жира и так далее. Вы что думаете? Они пляшут потому, что, как говорится, они здоровые? Ничего подобного. Понимаете? Это страшная пляска. Вы посмотрите нормы по классификации ожирения. Мы говорим о нормальном индексе массы тела, когда индекс массы меньше 25 килограммов на квадратный метр. Отношение окружности талии к окружности бедер, мы говорим. Когда вы обратите внимание, у мужчин до 0,9, а у женщин до 0,85. Понимаете? И, естественно, мы говорим о том, что это метаболически здоровый фенотип. Но вот мы видим уже избыточную массу тела, правильно? При котором мы уже видим, пусть даже индекс массы тела меньше 25. Но вы посмотрите уже, что мы имеем. Окружность талии больше, а вот это отношение 0,9, и больше у женщин 0,85. Это метаболически нездоровый фенотип. Понимаете? Вот в чем дело. А дальше вы посмотрите по степеням. Вот до 29,9 килограммов на квадратный метр. Это мы видим с вами, что это избыточная масса тела. А с 30 килограммов на квадратный метр – это уже ожирение. И вы видите разделение по степеням ожирения. Степень третья, когда индекс массы тела 40 килограммов на квадратный метр и более, это, естественно, патологическое ожирение, морбидное ожирение. Дело в том, что может быть и действительно кому-то к лицу, но только посмотрите с ожирением, какие заболевания, например, сопутствующие. Как ожирение может быть платформой, на которой формируются и развиваются эти нарушения. Преимущественно патологически мы называем те формы ожирения, когда накапливаются активные адипоциты висцерального жира. Потому что эти адипоциты, висцеральный жир формирующий, а это абдоминальный и вокруг, естественно, внутренних органов накопившийся жир, вот адипоциты такого жира, они, конечно, крайне активны в плане продукции множества гормоноподобных, биологически активных субстанций. Вы знаете, сегодня уже известно, что около 600 вот таких адипокинов, цитокинов, которые, по сути, обладают мощнейшими, иногда гормональными вот такими эффектами, вырабатывает один адипоцит, около 600. А что вырабатывает он? Это провоспалительные цитокины, множество. Справа вы видите, они вызывают системное воспаление. Это интерлейкины разные, факторы некроза опухолей, например, там, скажем, альфы и так далее. Это, естественно, с другой стороны, это продукция цитокинов, которые влияют, например, на свертывающую систему крови, нарушают фибринолиз, в том числе пристеночный. Это цитокины, которые действительно могут усугублять или вызывать дислепидемию. Понимаете? Это, естественно, следствием всех этих провоспалительных, например, факторов, которые продуцируются в этом плане, вазоконстрикторов, которые тоже на фоне вот такой дисфункции, ожирения, в большем количестве продуцируются в этом отношении. Когда, естественно, висцеральный жир, он хорошо, во-первых, воскуляризирован, иннервирован, непосредственно имеет выход на портальную систему. Поэтому и уже прямо в печень поступление этого избытка свободных жирных кислот. Ведь именно на адипоцитах висцерального жира обнаружены, мало того, что большое количество рецепторов к многочисленным гормонам, но в первую очередь, я бы здесь сказал, бета-3 адренорецепторы, с которыми может связываться тот же адреналин. И вы посмотрите, а он же липолитический. Вот вам продукция свободных жирных кислот, которые наводняют сосудистое русло, наводняют, инфильтрируют печень, естественно. Вот вам, пожалуйста. Далее, это, конечно, вот эти, в кавычках я могу сказать, такие, да, хорошие, плохие, например, цитокины и так далее. Да, естественно, ну как вы думаете, резистин, например, уже само название говорит, что он вызывает резистентность к тем же, ко многим гормонам, понимаете, глюкокортикоидам, например, резистентность к инсулину в первую очередь, резистентность к лептину, например, в этом отношении. Но вот, например, наоборот, фактор, который улучшает, который действительно вызывает повышение чувствительности, скажем, базодилетации, это адипонектин, а он снижен. Посмотрите, как формируется эндотелиальная дисфункция и так далее. Даже может быть избыток бактериальной пролиферации в кишечнике, микробиоты. А вы прекрасно знаете регулирующую роль микробиома на многие физиологические процессы в этом отношении. Даже мы сегодня, эндокринологи, знаем, как микробиота может влиять в том же кишечнике на продукцию ряда гормонов, на их экспрессию, в частности, инсулинотропных гормонов, да? Глюкогом подобного пептида 1, глюкозозависимого инсулинотропного пептида. Вот вам, пожалуйста, как может нарушаться, например, в этом отношении. И вы посмотрите, сколько нозологических форм, сколько патологических состояний, артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, атеросклероз, неалкогольная жировая болезнь печени, обструктивное апноэ во сне, синдром поликистозных яичников. Господи, можно было это все перечислить, понимаете? И, естественно, дислепидемия, атерогенная, атеросклероз формируется. Каковы? И таким образом вот все это вместе, если бы мы рассматривали, да, это нозологическое сегодня понятие метаболический синдром. Если мы пишем метаболический синдром, то мы должны раскрыть составляющие метаболического синдрома. Но в любом случае мы видели только что, что действительно ожирение вместе с этими состояниями патологическими формирует метаболический синдром. И каковы критерии диагностики? Ну, хотя бы вот сантиметровая лента всего лишь, окружность талии. Для того, чтобы именно это ожирение объяснить, что это абдоминальное. А значит, поэтому окружность талии увеличилась. И если это больше 80 сантиметров у женщин, или больше 94 сантиметра у мужчин, только надо правильно измерять, правильно? Вот это окружность талии. То это говорит об абдоминальном ожирении, основном критерии, критерии метаболического синдрома, свидетельствующие о наличии висцерального ожирения, в основе которого лежит действительно инсулинорезистентность. Но есть и дополнительные критерии. Посмотрите, повышенное артериальное давление, 140-90 и более. Или, может быть, это давление нормальное, но пациент на антигипертензивных препаратах, поэтому нормальное. Понимаете? Или, например, 3 глицериды, 1,7 ммл и выше. Или, может быть, маркером даже, лишь только уровень холестерина липопротеина высокой плотности. Вы посмотрите, меньше 1 ммл у мужчин, или менее 1,2 ммл у женщин. Может быть, и повышение холестерина липопротеинов низкой плотности, больше 3 мм. Или гликемия, например. Посмотрите, при проведении глюкозотолерантного теста между 7,8 и 11,1, когда мы скажем, что это действительно нарушение глюкозотолерантности к глюкозе. А можно просто глюкозу натощак обнаружить, которая выше, чем 6,1, но меньше, чем 7,0. То есть, вот эти дополнительные критерии, как только имеется 3 критерия, один основной и плюс 2 дополнительных, вот основной мы видели, окружность талии, и плюс 2 из перечисленного. Вы говорите, коллеги, что это метаболический синдром? Сейчас вы, наверное, меня слушаете и говорите, так это каждый второй, наверное. Да, каждый второй. А вы мне найдите пациента с ожирением, с нормальным давлением, с нормальным липидным спектром, например, и так далее, с нормальным углеводным обменом. Да это очень трудно. Единицы, наверное. Я таких, например, не вижу. Вот заболевания и состояния, которые обусловлены ожирением. Уважаемые коллеги, вчера была очень серьезная, как говорится, беседа у меня с редактором телеканала, значит, НТВ. Понимаете, я дал согласие выступить по поводу ожирения на днях на канале НТВ. Сказали, попросили. Понимаете, я не отказываю в этом плане. Это очень важно. Надо, конечно, чтобы народ наш был действительно, не врачи, а народ, публика, в этом плане продвинутый. И вдруг вчера я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а кто еще или я один? Нет, Ашот Мусалыч, там будут реалисты, и вы именно возглавляете эту группу реалист. И вы представляете, вот ожирение, какие, значит, какова распространенность, что у нас ожидает последующие десятилетия, нет ли у нас вот этой эпидемии, и действительно ли ожирение связано с этими заболеваниями, тревожными, сокращением жизни человека. А скептики, они вам будут соответственно противостоять и так далее. Я говорю, немедленно исключите мою фамилию из этой передачи, и я ошибся, что дал согласие в свое время. И вы представляете, я говорю, сколько людей у нас в стране со скептицизмом, я уже вижу, в отношении такой угрозы, как коронавирус. И вот эти скептики пустили эти слухи, и половина населения, вы посмотрите, у нас какая смертность, вы посмотрите, у нас какая заболеваемость и так далее, с открытыми абсолютно ноздрями и ртом ходят, причем плотно друг к другу стоят в метро, несмотря на то, что у входа люди стоят, специальный контроль, просят, они проходят и тут же срывают с лица. И вы хотите, я говорю, чтобы точно так же эта часть населения, послушав скептика, действительно сказала, да пошли они там, ожирение, кроме красоты ничего не дает. Вот о чем разговор. И вот я бы хотел вам представить, что действительно ожирение причина сердечно-сосудистых заболеваний, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность, с высочайшим риском смерти, тромбоэмболии, варикозная болезнь. Вы посмотрите, со стороны дыхательной системы, синдром ночного опроя, дыхательная недостаточность, уж одышка, это само собой даже каждый неврач знает, что с этим ожирением, три ступеньки поднимаясь, задыхаются от одышки. Опорно-двигательная система наша не способна такую массу нести на себе. Синдром хронической боли в спине и остеоартриты. Посмотрите на мочеполовую систему, риски, как говорится, этих инфекций, генитальных, мочевых, гипогонадизм, мужской, женский, как говорится. У женщин, естественно, репродуктивная система, функция резко нарушена, избыточное оволосение. Вы посмотрите, на каждом заборе, на каждых дверях читаю, значит, о том, что обратитесь по такому-то телефону и так далее. Эпиляция раз и навсегда. Это что, с какое количество, значит, с гирсутизмом, что теперь такая ситуация? Эректильная дисфункция у мужчин. Вы посмотрите, сегодня онкологов спросите. Вот с этим раком, когда они поступают, эти люди имели ожирение, если даже уже наступила раковая кахексия. Так они и скажут, что я похудел на 40 килограмм, на 30, на 25, потому что они были жирные. И рак эндометрия, молочной железы, почек, желчного пузыря, колоректальный рак, предстательная железа. Вот вам, пожалуйста, вы обратите внимание на желудочно-кишечный тракт. Желчекаменная болезнь практически у каждого с ожирением. У каждого. Просто многие могут это проистекать бессимптомно, пока, естественно, вдруг эти камни или какой-то из них не двинется с места, не вызовет обтурацию, например, протока. Это гастроэзофагиальный рефлюкс, синдром разраженного кишечника, а не алкогольная жировая болезнь печени, заболевание, которое сегодня охватило умы всех специалистов. Потому что мы сегодня остановимся на этом и увидим. А эндокринная система, вот я эндокринолог, вы обратите внимание, инсулино-резистентность, нарушение любого типа углеводных обмен, бесплодие, например, синдром поликистозных яичников, дислепидемии. Со стороны кожи, нервной системы. Слушайте, это невозможно даже это количество перечислить, связанное лишь с одним избыточным накоплением жира. Понимаете? А я вам показал, у 60%. А вас не удивляет, что у нас сегодня 10-12% детей с ожирением? 10-12% дети. Как это мыслить? Как? Вот я этого не понимаю. Когда мы знаем, что у детей гормон роста – это тот период, когда он действительно прогрессивно повышается с ростом, возрастом и так далее. А гормон роста – липолитический гормон. Он, наоборот, способствует похудению. Дети должны иметь кожу, под кожей, естественно, мышца. Не должна быть даже этой жировой. А мы сейчас на улицах видим с ожирением этих детей. Роль ожирения в патогенезе неалкогольной жировой болезни печени очень велика, уважаемые коллеги. Потому что, во-первых, ожирение – это инсулинорезистентность. Уважаемые коллеги, дело в том, что ряд действительно цитокинов, которые продуцируют среди этих 600 цитокинов адипоцит, они действительно снижают чувствительность к инсулину в периферических тканях, рецепторах и так далее. Инсулинорезистентность. А когда есть инсулинорезистентность, вторая сторона этой медали тоже есть понятие. Это гиперинсулиномия. Организм хочет любым путем компенсировать вот эту низкую чувствительность избыточной продукции инсулина. А сам инсулин – антилиполитический гормон, друзья. Или инсулин препятствует распаду жира. Вот почему эти люди так трудно худеют. Понимаете? Но они-то должны понять, что вот эта инсулинорезистентность приводит к избытку инсулина. А инсулин препятствует похудению. Так зачем же вы слезнули с карамельки, которая уже повысила уровень естественной инсулина, потому что на этот сахар тут же выброс инсулина. И еще хуже чувствительность к инсулину снижается. Вы посмотрите. Жировая ткань, я вам показал, является источником свободных жирных кислот. А свободные жирные кислоты, вы видите, да, в верхней части, где показано, что поступление свободных жирных кислот повышено. А липогенез – это под влиянием избытка инсулина. Он антилиполитический гормон. Он жиросинтезирующий гормон. Но при этом свободные жирные кислоты не способны таким образом при таком угнетенном цикле Крепса метаболизироваться до конечных продуктов. И они метаболизируются до, значит, скажем так, свободных жирных, они метаболизируются до так называемых свободных радикалов. Вот вы видите, да, ROS английскими буквами – это свободные радикалы. Таким образом, именно свободные жирные кислоты стали источником. А свободные радикалы, перекисный радикал, там я не знаю, например, супероксидный радикал, например, там и так далее, которые накапливаются, они, посмотрите, как повышаются в митохондриях. Вы посмотрите, какие грубейшие структурные изменения они могут привести, естественно, например, печеночной ткани. А структурные изменения, они будут отражаться на функции этого важного органа. Таким образом, мы будем иметь неалкогольную жировую болезнь печени, где, естественно, на определенных стадиях уже структурные изменения, а функциональные могут уже на ранних даже этапах возникнуть. Вот смотрите клинические формы неалкогольной жировой болезни печени при ожирении. По сути, до 100% людей с ожирением у них стеатоз. Стеатогепатоз, как хотите, называйте. Как раньше говорили, инфильтрация жировая, инфильтрация печени. Но уже у каждого четвертого, а я вам сказал 60% у нас с ожирением, у каждого четвертого неалкогольный стеатогепатит. Вы поняли, какие уже воспалительные процессы, которые, естественно, вот именно НАСК становится источником развития цирроза печени. Цирроза печени, вы что думаете, 10% это мало? Но это популяционное исследование, уважаемые коллеги, популяционное. Но вы обратите внимание, вот исследование Дирек, очень интересное, где 31 тысяча людей, значит, в скрининг был. В России 27% неалкогольная жировая болезнь печени. Это популяционное. А теперь вниз посмотрите. При сахарном диабете второго типа 63% диабетиков имеют неалкогольную жировую болезнь печени. Ожирение до 100% хотя бы первые две стадии. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. Есть какие-то признаки, могут длительное время клинические признаки отсутствовать. Понимаете? А вот биохимические признаки присутствуют уже рано. Например, когда мы видим, что трансаминазы повышены, например, а это ферменты цитолиза. Понимаете? Могут быть ферменты холестаза, вы видите, да, щелочная фосфатаза, гамма-ГТП. Или, например, повышение липидов, например, и так далее. Атерогенные липиды. Пожалуйста. То есть мы видим, что это серьезная проблема. И я вам сказал, что жировая клетка, в частности, именно висцерального жира, вы здесь видите в нижней части на слайде, они вырабатывают до 600 цитокинов от адипоцитов, адипокины. И вот смотрите, как они тоже могут, в ряд из них, влиять на развитие неалкогольной жировой болезни печени. Вот вы видите, светлые вот эти линии, эти светлые линии, позитивное влияние того или иного адипокина. И они все, посмотрите, исходят от слова адипонектин. Помните, я вам сказал, что именно адипонектин повышает чувствительность к инсулину и так далее. Отсюда и действительно дополнительные какие-то положительные эффекты мы видим, в том числе и подавление окислительного стресса, который они способствуют первичному стеатозу, они его подавляют адипонектин. Но вы обратите внимание, резистин, фактор некроза опухолей, лептин, бисфатин. Я уже вам произносил эти названия, и вы посмотрите, дальше вы видите неалкогольный, первичный стеатоз, и в 10% случаев уже неалкогольный стеатогепатит, посмотрите, до 26% цирроз печени и тому подобное, понимаете? И вот эти негативные влияния адипокинов на развитие, таким образом, неалкогольной жировой болезни печени. Смотрите, действительно ли ожирение способствует риску развития стеатоза, например, печени, да, вот первой стадии. Вот я вам хочу показать новейшие данные. Вот это исследование было опубликовано в 2018 году, совсем недавно, полтора-два года тому назад. Итак, смотрите, от 2011 по 2017 год разные авторы вели это исследование. Посмотрите, какое большое количество пациентов, свыше 11 тысяч людей, 5 лет наблюдения. И вы посмотрите, оказывается, лица с ожирением, у них повышенный риск развития стеатоза по сравнению с лицами, у которых есть неалкогольная жировая болезнь печени, но нет ожирения. Вы понимаете? Но нет ожирения. То есть сравнивают, вот нашб у человека без ожирения и нашб у человека с ожирением. И как у них стеатоз, например, оказывается значительно выше у тех, у которых ожирение. Вот, пожалуйста, результаты статистической обработки. И все авторы были в этом плане единогласны. Давайте это исследование продолжим дальше. Вот смотрите, это же исследование. Там был стеатоз, а это стеатогепатит. Результаты, вы видите, да, статистические результаты, по сути, крайне похожи на то, что я вам показал. То есть пациенты с ожирением, с более высоким риском развития стеатоза, чем лица с неалкогольной жировой болезнью печени, но без ожирения. Дальше давайте посмотрим. Фиброз уже печени. И что мы видим? Что действительно, вот смотрите, фиброз наверху первой, второй стадии, и вот фиброз третьей, четвертой стадии, когда мы уже сомневаемся, могут ли быть обратимым вот эти уже тяжелейшие изменения фиброза и так далее, да, когда мы видим уже третьей, четвертой стадии. И вдруг мы видим, среди вот этих 11 тысяч с лишним за 5 лет наблюдения, что действительно пациенты с ожирением имеют высокий риск развития фиброза печени, чем, например, пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени без ожирения. Теперь вы поняли, сколь опасно влияние ожирения на различные, например, процессы, которые происходят в организме. Но я эндокринолог, я не мог воздержаться, чтобы вам не показать влияние ожирения на риск развития сахарного диабета. Я благодарен этим исследователям, потому что, посмотрите, они и это в этом же исследовании пятилетнем рассмотрели. И вы обратите внимание, что пациенты с ожирением имеют очень высокий риск развития диабета и метаболического синдрома, чем, например, лица с неалкогольной жировой болезнью печени, но у них нет ожирения. Да, они тоже являются фактором риска. Вообще неалкогольная жировая болезнь печени – это фактор риска развития сахарного диабета. Но значительно меньший процент перехода в диабету, то есть формирования диабета, если там нет ожирения. А когда есть ожирение и НАШП, ждите, что там обязательно вы встретите сахарный диабет. Надо просто детально обследовать, потому что большой процент у них – это предиабет. Вы знаете, что мощнейшее исследование в нашей стране по эпидемиологии сахарного диабета – вообще нарушение углеводного обмена, которое совсем не так давно закончилось, исследование Нейшн. Оно началось, коллеги, охватило от острова Сахалин, Курил и до Калининградской области. А вы знаете, что каждый пятый в возрасте 20-79 лет в нашей стране оказался с продиабетом? Каждый пятый. А если бы у них еще эндокринологи это делали исследование? А если бы у них еще и печень обследовали бы? И каждый пятый имел бы хотя бы первую стадию. Вот этот стеатоз. Не говоря о том, что часть из них со стеатогепатитом. Почему? Потому что вы посмотрите в этом же исследовании, посмотрите, сколь высокий риск развития гипертриглицеридемии на фоне развития ожирения. Это вот это же пятилетнее исследование. Вы видите, как будто бы замерли статистические вот эти показатели у этих авторов на одном и том же уровне при столь различных показателях. Но тогда возникает вопрос, а что же привело к развитию ожирения такой огромный процент населения, который вызвал вот такие серьезные отклонения? К ожирению, коллеги, приводит дисбаланс. Дисбаланс между потребляемой и расходуемой энергией. Это элементарно. Действительно, организм нуждается в энергетическом субстрате для функционирования. Так же, как автомобиль нуждается, естественно, в бензине для того, чтобы он функционировал. И человек тоже. Наш бензин – это наше питание. Если человек принимает столько энергетического субстрата, то есть пищи, сколько организм нуждается для поддержания температуры тела, дыхания, сердечного сокращения, мышечных сокращений, движений, соображений умственных и так далее, то тогда у человека нормальный, как говорится, идеальный у него в этом на чаше весов расход-приход. Но когда сегодня изобилие питания, и когда люди начинают больше применять, употреблять, чем расходу этой энергии, куда девается этот излишек? Организм на черный день накапливает, тут же переводит в жир и давай подкожно, брюшную полость, вокруг внутренних органов и так далее. А это инфильтрирует даже органы. Вы представляете, даже в перикарде сегодня обнаруживается накопление жира и так далее. Вот вам, пожалуйста, отсюда дальше нарушение метаболизма. Никто не отрицает, что существует генетическая предрасположенность. Даже гены изучены, я даже их не перечисляю, ключевых только 32 гена и так далее. Но это генетическая предрасположенность к чему? Либо к накоплению этой энергии, либо к сниженному основному обмену, например, либо к повышенному вот такому чувству голода, обжорству. Я не знаю, разные поведенческие реакции, которые мы говорим, нарушение поведенческих реакций, влияние внешних факторов и так далее. Да эти поведенческие реакции, большинство из них могут быть обусловлены как раз генетическими поломками и так далее. Понимаете? А Всемирная организация здравоохранения уже идентифицировали свыше 80 факторов окружающей среды и образа жизни, которые способствуют развитию ожирения. Понимаете? В этом плане. Как диагностировать ожирение? Ну, вы знаете, вроде бы мы по-разному, да, индекс массы тела рассчитали. Вы это знаете, значит, вы возводите в квадрат в метрах рост и делите, значит, и фактическую массу тела в килограммах делите на этот показатель. И вот по индексу массы тела я вам показывал эти степени ожирения. А посмотрите еще, какая интересная методика ожирения. Иногда кажется, человек стройный, а оказывается у него ожирение. В чем дело? Вы посмотрите, ведь иногда человек может потерять тощую массу. Вот так. А субатрофия мышц, потому что вообще с этими мышцами не двигает и так далее, мало физической активности. Когда действительно остеопенический синдром и костная масса снижается, а жира увеличивается, компенсирует потерю, и на весах как будто вес один и тот же. Поэтому есть и методика диагностики ожирения по оценке процентного содержания жировой ткани. У здоровых мужчин должно быть около 15-20% жира в организме, а у женщин 25-30%. А теперь смотрите, Дюренберг предложил, значит, формулу, как определить процент жировой массы. Глазам невидимы, ведь понимаете? А может быть даже талия стройная, а жира оказывается много в организме. И вот смотрите, вот формулу. Сфотографируйте, пожалуйста. Вы берете коэффициент 1,2, умножаете на индекс массы тела, прибавляете на коэффициент 0,23, умножаете на полный возраст. Вычитаете 10,8, умножаете на единицу для мужчин, умножаете на 0 для женщин, то есть здесь пол. Минус 5,4. Все. Вы должны увидеть, если содержание жировой ткани более 25% у мужчин, а там помните, да, должно быть 15-20. Это расценивается как ожирение. А если больше 20-21 до 25, например, да, ну до 24, например, и так далее, это пограничное состояние. А у женщин более 33% жира, это ожирение в организме, а 31-33 пограничные показатели и так далее. Кстати, очень хороший показатель, который действительно можно оценивать несложно. Индекс висцерального ожирения, ИВО, ИВО, это же в английском языке, ВАИ так называется, да, это показатель функции висцеральной жировой ткани. Это показатель чувствительности к инсулину. И вот его-то связывают этот показатель с повышенным риском кардиоваскулярным, понимаете? Как его рассчитать? Ну, давайте не буду снова диктовать, как говорится, эту формулу. Сфотографируйте. Вы видите, для мужчин и для женщин и так далее, понимаете? И здесь вы видите, что он должен равняться единице, например, да, для здоровых пациентов с нормальным индексом массы тела. Распределением жировой массы, уровнями липидовысокой плоти, глицидов и так далее. Но есть и повозрастные показатели, при превышении которых риск резко возрастает. Вы видите, если моложе 30 лет, но он не единица, а 2,52. Это резко, очень высокий риск сердечно-сосудистый. Вы видите 30-42, 2,20 и так далее. То есть, пожалуйста, это можно определить и оценивать. И теперь возникает вопрос. Как нам бороться с этим ожирением? Как нам приостановить прогрессирование вот этих осложнений, которыми мы столкнулись на фоне ожирения? И тут на память приходит такой препарат. Аминокислота, таурин. Таурин. Возникает вопрос. Дело в том, что сегодня патогенезия ожирения очень много факторов обвиняет, да? Очень много. Внутренних в том числе, не только внешних факторов, уважаемые коллеги. Но вот один из внутренних факторов – это таурин, который, посмотрите, влияет на преобразование преадипоцитов в адипоциты. То есть, если таурина недостаточно в организме, у нас в таком случае действительно уйдет активно превращение предшественника жировой клетки в жировую клетку, в адипоцит. Понимаете? Таурин значительно повышает уровень адипонектина в плазме. А я вам показал, например, что адипонектин именно как раз снижен продукцией его. Поэтому отсюда и инсулинорезистентность, и лептинорезистентность, и всевозможная дислепидемия. И все-все. Вот вам, пожалуйста, да? И стеатогепатоз и так далее. А таурин, оказывается, что он на это влияет. Он повышает уровень адипонектина. Значит, патогенезия ожирения, он понижен. Таурин является физиологическим модулятором воспалительного ответа жировой ткани и регулятором митохондриального функционирования любой клетки. А вы помните, я вам сказал, какая гибель этих митохондрий, их с ожирением, только потому, что вот эти свободные радикалы, которые накапливаются, и действительно повышают, вот они их, причем именно в митохондриях и так далее. И поэтому сегодня нам известно, что таурин увеличивает продукцию желчных кислот, таурин конъюгированных желчных кислот. Таурин может предотвратить образование этих камней. Таурин также снижает аппетит у этих людей, анорексигенное действие. И тогда реже человек начинает, как говорится, питаться и так далее, и вот так стимулировать дальнейший рост жировой ткани. Таким образом, мы видим, что таурин препятствует развитию ожирения, влияя на патогенез. Вы обратите внимание, вот вы видите слева тучная фигура, да, и у него адипоциты тоже тучные. Вы же знаете, что есть точка зрения, что с момента рождения и потом практически число адипоцитов у человека не увеличивается, а его размеры увеличиваются, понимаете? Вот, и вот смотрите, а вот у стройного, вот вы видите его адипоциты. Что мы замечаем? Вот вы посмотрите, например, какое количество зеленых вот этих кружочков в тучном адипоците. Это макрофаги. Макрофаги, которые бывают двух типов. Макрофаг первого типа один и типа два. А вы посмотрите, вот, например, у стройного человека. Желтенькие, да, не зеленые. Желтеньких, видите, как у тучного мало. А здесь вот желтые. Это что такое? Это макрофаги второго типа два в этом отношении. Так в чем дело? Оказывается, таурин переключает дифференцировку макрофагов с воспалительного фенотипа. Вот этот макрофаг первого типа – это воспалительный фенотип, напротивовоспалительный фенотип. То есть, передифференцировка такая происходит, понимаете? И с М1 на М2. А это снижает воспаление, инфильтрацию, апоптос. Вы понимаете? А что значит атеросклероз? Разве это не воспалительный процесс? У нас провоспалительный фенотип там. Поэтому уменьшается воспаление, таурин препятствует развитию ожирения, инсулинорезистентности в этом отношении, атеросклерозу и тому подобное. Сейчас я вот так все время говорю, таурин, таурин. А что такое таурин, кстати, да? Меня иногда задают вопрос. Я решил включить. Много молодежи меня слушает и так далее. Таурин происходит от латинского слова taurus – бык. Это, я вам сказал, что аминокислота. Да, это сульфоаминокислота. Это конечный продукт обмена серосодержащих аминокислот, таких как метионин, цистиин, цистиамин. Смотрите, таурин присутствует в норме, в организме всех животных и человека. В разной концентрации он в различных органах, тканях. Понимаете? В каждом органе он есть. В растительном мире таурина нет. И он действует, естественно, на субклеточном уровне. Вот смотрите, в 19 веке, в 1827 году, таурин был открыт в бычьей желчи. Немецкими учеными – Тыдеманом и Леопольдом Гмелиным. Как продукт разложения таурохолевой кислоты. А с середины 20 века таурин стали изучать физиологи, биохимики. В это время было установлено, что это жизненно важный элемент в биохимии человека. А в 1949 году в Японии было налажено производство таурина, как биологически активная добавка от всех болезней. А кого они использовали в качестве сырья для получения таурина? Устриц. Вы знаете, именно в Японии, я забыл фамилию этого японского профессора Восаке, который сказал, если надо было бы человечеству поставить на пьедестал памятник какому-то лекарству, пусть даже Баду, это должен быть таурин. А в настоящее время уже синтетический таурин. Ну, представляете, это в мире устриц бы не оставили в океане. Его уже синтезируют, соответственно. А вот уже в последующем, ближе к концу 20-го столетия, 70-х годов, посмотрите, исследовались в США, в Италии, Японии, Финляндии, в других странах кардиотропные эффекты таурина. И первые статьи в нашей стране вышли, пожалуйста, Докшина в 1975 году, Томский университет, которые публиковали. Таким образом, физиологическое значение таурина, коллеги, очень большое. Если посмотреть на его общие эффекты, он поддерживает астматический баланс клеток. И, кстати, я, кажется, не включил этот слайд, чтобы вы образно видели, как объем клетки он поддерживает. Понимаете? Вот этот астматический баланс клетки поддерживает объем клетки, регулирует ионный транспорт, внутриклеточный кальций. У него антиоксидантное действие, противовоспалительное действие, антипролиферативное действие. Ну, подчеркну я вам это. Вам не кажется, что если антипролиферативное действие, значит, это препятствие онкологическим заболеваниям. Вам не кажется, что астматический баланс клеток поддерживая, это, как говорится, замедление старения. Это, как говорится, сглаживание морщин, в том числе в коже, если возьмем. Ну, это во всех клетках, да? Участвует в метаболизме липидов и глюкозы. И вот вы здесь видите, вот основные точки приложения, это и центральная нервная система, и сердце, и сосуды, и иммунная система, и печень, и скелетные мышцы, и мочеполовая система, и поджелудочная система, и так далее. То есть, чрезвычайно много. А таурин содержится, всех интересует, в каких продуктах? Что нам кушать, чтобы это чудо к нам, как говорится, это аминокислота? Вот посмотрите, говядина, бедро, баранина, тоже бедро, вырезка свинины, куриные ножки, а когда чаще говорят, ешьте белую часть грудки, и так далее, да? Молоко. Посмотрите, например, чавыча, вот это королевская лосось, радужная форель, макрель, морской карась, например, и так далее, да, красный, желтый, устрицы. Вы видите, что, какое количество содержит? Просто я вам скажу, что морепродукты лидируют по количеству содержания именно таурина, устрицы, венерка, гребешки, например, да? И посмотрите, каракатица, осьминог, например, и так далее. То есть в этом плане, коллеги, необходимо этот факт учитывать. А возможные причины развития дефицита таурина в организме человека? Это особенности традиционного питания. Есть, например, люди, которые, есть даже народы и так далее, которые, ну, и не едят морепродуктов, например, и так далее. Они находятся преимущественно на растительной пище в этом плане. Тоже вы знаете таких людей, вегетарианство. Да нету в вегетарианстве, вот в этом таурина они нигде не найдут и так далее в этом плане. Вот. Далее, смотрите, пожилой возраст. Потому что у них, а в организме-то таурин должен сам по себе образовываться, правильно? А в пожилом возрасте снижается образование таурина. А также хронические заболевания, например, или, например, химиотерапия, облучение, например. Тогда повышена потребность в таурине, понимаете? Ведь эти вещи и разрушать могут, и угнетать синтез таурина в организме. А дефицит таурина приводит к нарушению обмена веществ, углеводов, поражению печени, поражению сердца. И вы видите в конечный исход этих поражений увеличение смертности от инфаркта, от инсульта. Какие механизмы опосредуют превентивное влияние таурина на возникновение метаболического синдрома? Вот посмотрите, у таурина, вот вы на этих зеленом фоне, вы читаете, да, гипотензивный эффект, каким образом формируется, да? Вот его базорелаксирующие ингибирование ренино-ангиотезина-альдостероновой системы, или, например, его сахароснижающий эффект. Вы читаете, какими механизмами даже работа бета-клеток регулируется таурином. И секреция инсулина, соответственно, да? А тут еще и снижение инсулино-резистентности. А вы посмотрите на жировую ткань, то есть окисление свободных жирных кислот до конечных продуктов, а не до свободных радикалов, понимаете? Липогенез снижает, изменяет соотношение потребления энергии для синтеза гликогена и липогенеза. Вы посмотрите, холестерин снижающий, то есть антилипидемический эффект. Именно секреция липопротеина в низкой плотности из печени, а это атерогенные липопротеины, да? Смотрите, снижает он и, наоборот, увеличивает клиренс холестерина из крови. Связывание холестерина с желчными кислотами повышает этот эффект и так далее. И способствует экскреции желчных кислот скалам и так далее. То есть вот такие эффекты мы имеем. Я вам уже говорил, что ожирение – это хроническое системное заболевание. И я вам рассказывал, как таурин способствует дифференцировке из макрофагов, например, первого типа, макрофаги второго типа. И многое перечисленное из того, что я вам сказал, возможно, лежит и в этом плане. И поэтому физиологическая и патофизиологическая роль таурина в жировой ткани в отношении ожирения чрезвычайно велика, коллеги. То есть таурин будет препятствовать формированию из вот этих стройных маленьких адипоцитов, гипертрофированные адипоциты. Видите, с макрофаги как раз то, о чем я вам говорил, да? Это красного цвета – это как раз провоспалительными эффектами, обладающие макрофаги первого типа. Видите, как при тучном увеличении? Вот это препятствие, коллеги, инсулинорезистентность препятствует соответственно. Инфильтрация иммунных клеток, он препятствует стрессу эндоплазматического ретикулума. Я всегда говорю, что вот этот эндоплазматический ретикулум, который из себя представляет, понимаете, область, где, как если сравнить с фабрикой, вот когда конечный продукт упаковывается красиво, после этого складируется, а дальше оттуда транспортируется. Все это идеально, правильно? Вот таким местом является, по сути, эндоплазматический ретикулум. А что при стрессе? Да как будто бомбежке подверглась, как говорится, фабрика. Все разбросано, все раскидано, разрушено. Вот так во время стресса эндоплазматического ретикулума. А роль вот этого стресса эндоплазматического ретикулума в развитии многочисленных заболеваний не перечесть. Это у меня отдельную лекцию, часовую я могу читать, просто стресса эндоплазматического ретикулума. Таурин, посмотрите, препятствует формированию вот этого стресса, вот этого разброса в этом ретикулуме. В этом отношении. Вот вам, пожалуйста, таурин способствует повышению концентрации адипонектина, о котором я вам сказал, как один из ключевых положительных цитокинов, улучшающих многие физиологические процессы, которые были нарушены на фоне ожирения в этом отношении. А вот посмотрите, здесь уровень интерлейкина-6, фактора некроза опухолицы реактивного белка. Это же все провоспалительные. И вот вы видите, например, серого цвета – это исходные показатели, а это плацебо-контролируемые исследования. А черного цвета – через 8 недель. Но обратите внимание, на плацебо, вы посмотрите, интерлейкин-6 даже продолжает расти. А теперь посмотрите под влиянием таурина, как через 8 недель произошло это снижение. Практически, если вы посмотрите на 15-20%. А теперь посмотрите фактор некроза опухолей альфа. И вы видите, что действительно происходит снижение. Или, например, циреактивный белок, который на плацебо даже возрастание. А мы видим на таурине, какое снижение произошло через 8 недель. Препаратом таурина в нашей стране хорошо изученным является Дибикор. И вы посмотрите, как он влияет, таурин, на объем висцерального жира. Вы посмотрите, вот вы видите базовая терапия справа, 30 пациентов, например. И вы посмотрите, например, динамика индекса висцерального жира на 2% выросла через 6 месяцев на базовой терапии. А на 12% снизилось, как только добавили к этой базовой терапии Дибикор. Это было проспективное рандомизированное исследование, когда 1 грамм дали ежедневно, значит, в суточной дозе Дибикор, таурин, в течение полугода. И посмотрели на объем висцерального жира. На 12% снизилось. А так вот разную базовую терапию получают. И на 2% прибавилось. А индекс массы тела, вот обратите внимание, как только к диете, например, у пациентов с ожирением просто, вот популяции, добавили Дибикор. И на 2,3% индекс массы, коллеги, это не килограммы веса, а индекс массы. Это очень серьезно. Но если мы возьмем пациентов с ожирением и предиабетом, а я вам сказал, каждый пятый взрослый житель нашей страны с предиабетом, вы посмотрите, на 11% мы получили снижение индекса массы тела. Ну а если это пациент со вторым типом и ожирением, то уже на 18 с лишним процентов мы получили, когда пациенту назначен это диабет же, он метформин уже получает, да, и плюс, значит, добавили Дибикор на 18,2%. А всего-то это все через 3 месяца произошло. Поэтому стратегия лечения ожирения нам всем с вами хорошо известна, что мы хотим снизить массу тела, мы хотим стабилизировать в последующем. Вы учтите, что где-то через полгода, казалось бы, вот даже дисциплинированное, значит, поведение и на снижение массы тела, действительно первые полгода идет снижение, а потом вдруг встало. Иногда это приводит даже к стрессу психологическому, как это так, я же продолжаю. Коллеги, организм выходит на плата, и эта плата будет длиться полгода, потерпите и продолжайте так же. И если вы будете так продолжать, то действительно через полгода дальнейших после плата вы увидите дальнейшее снижение веса. Мы, конечно, говорим, что ожирение требует обязательно изменения образа жизни. Это не медикаментозное лечение, конечно, в этом плане гипокалорийное питание. Никто не говорит, чтобы они голодали, не надо. Пусть наоборот, чаще питаются, но питаются правильно, понимаете? Не маслом мажут на хлеб и едят, понимаете, которое там занимает, кот наплакал, какой объем желудка. Вы понимаете, что вот всего лишь каких-то там, я не знаю, 10 грамм сливочного масла, что он из себя представляет для желудка объем занять? А калорий столько же, сколько чуть ли не тазик, как говорится, капусты нашинкованной, не говоря о других овощах и тому подобное. Поэтому это питание должно быть антиатерогенным, с ограничением жиров, понимаете? До 25% отсуточной калорийности в этом плане. Хорошо. Можно, конечно, калорийность снизить, можно. Я считаю, ну вот вы здесь видите до 600 килокалорий и так далее, но это, конечно, очень резкое, как говорится, снижение. 800, 1200, посмотрите, в зависимости от активности данного человека, обязательно увеличение физической активности, ежедневные, пусть даже умеренные, 30 минут ходьбы в день. А сегодня люди пытаются на машине, понимаете, припарковаться в подъезде. Им даже лень, что немножко надо дальше проехать, нервничают, что у подъезда непосредственно нет возможности. Вот это ленность сегодня, которая привела к таким, ходьба 30 минут в день, желательно скандинавская ходьба, вот с палочками и так далее, чтобы в движение привести, в том числе и верхнего половины туловища, мышечную массу и так далее в этом отношении, правильно? Вот. По 10 минут три раза, ну или, как говорится, вот 30 минут и так далее. И мы говорим, даже шаркающий 90-летний старик обязан обязательно своей шаркающей походкой ходить. Он продлит свою жизнь. Медикаментозное лечение, конечно, есть препараты, которые снижают потребление пищи в этом отношении, да, аноректики, и увеличивают расход энергии. Здесь я вам должен сказать, что это самая драматичная страница медицины, потому что многие препараты от ожирения, которые появлялись, почему на рынке вы не видите, почему свободной нет продажи и так, потому что они наркотическими вот так эффектами обладают, они привязывают пациента. Человек уже почти и похудел, и уже дальше худеет, а он уже не может оторваться от этого лекарства. Поэтому аноректики, вы знаете, что свободной продажи их нет, а многие из них отозваны с рынка. Препараты, уменьшающие всасывание питательных веществ, они безопасны, и вы знаете их существование. Вот положительные эффекты лишь только от снижения массы тела на течение сопутствующих патологий, и вы здесь видите и артериальная гипертония, и дислипидемия, и сердечно-сосудистые заболевания. Я выделил неалкогольную жировую болезнь печени как ключевая тема сегодняшнего моего разговора. Уменьшение степени гепатоза на 82% случаев. Вы представляете? Вы представляете, что даже степень фиброза в 20% случаев можно снизить? Сегодня говорят о том, что появление фиброза – это не значит уже, что фатальная неизбежность тяжелой печеночной недостаточности, коллеги, можно, оказывается, и обратное развитие. Вот, пожалуйста, как Таурин может помочь в этом плане. Спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я готов ответить на них. Спасибо. Третье выступление, которое на разных площадках и так далее. И, конечно, московский трафик, который действительно не позволил мне своевременно прийти к вам. Благодарю вас за ваше внимание. До свидания.